Родион Я вспомнил, что мама мне рассказывала, что ей сказали, когда я был маленький, что у меня порог сердца самоврожденный. Поэтому мне оказалось, думаю, может быть это знак какой-то, может быть это действительно совпадение не случайное. И я тогда, как сказать, иду правильно, правильным путем. К этому времени Родион Нахапетов сыграл множество ролей, поставил как режиссер фильма, ставший классикой советского кинематографа. Но этот поздний звонок – начало нового сценария, который напишет сама жизнь. Спасенные дети словно новые роли, где есть все – драма, борьба со смертью и хэппи-энд – благополучный исход. Вот только жизнь самого Родиона не всегда шла по такому классическому сценарию. Звучных песен из жалкого сердца, милый друг, чего больше желать, милый друг, чего больше желать. Не понял? Отчего не понял-то? А вот теперь понял. Вы любите меня? Я не просто люблю вас. Я люблю вас так, что готов ждать всю жизнь. Есть три типа актеров – плохие, хорошие и талантливые. С плохими все ясно. Они играют бездаром. Хорошие – играют хорошо. А талантливые – ничего не играют. Они просто живут перед камерой. Эти слова Олена Делона о таланте можно в полной мере отнести и к Родиону Нахапетову, чьим голосом, кстати, говорит знаменитый актер в фильме «Тегеран-43». Если вы надумаете вернуться в мою страну, то имейте в виду, я вас жду с нетерпением. Родион – человек и актер, у которого есть тайна. Он что-то знает то, чего не знаем мы. И он эту тайну хранит. Он будет просто на экране стоять, молчать, ничего не делать. А тебе хочется заглянуть ему в глаза, понять, а что это за человек? От чего он такой? Какой вы правы! Какой? Боже мой! А ведь я действительно вас совершенно не знаю. 21 января 1944 года немцы с самого утра бомбят городок Пятихатки. В руинах одного из зданий у связной партизанского отряда «Родина» Галины Прокопенко рождается сын. Позади кванцлагерь. Угроза расстрела. Издевательство фашистов. Побег. Сыну, который появился на свет в страданиях и боли, она посвятит всю свою дальнейшую жизнь. А жизнь Родиона, Родины, так в честь партизанского отряда Галина назвала мальчика, будет посвящена матери. Сколько бы я не получал наград, званий, радости, это все благодаря тебе, мамочка. Твоему подвигу, твоей жизни страдальческой. Однажды он вдруг рассказал мне, знаешь, Илья, я ехал после съемок, дороги заснул. Еду в автобус и сплю так. И вдруг чувствую, что что-то мне мешает. Я, говорит, чувствую, что глаза у меня какие-то режут что-то. Я, говорит, так открыл глаза и понял, что у меня текут слезы. Повернулся и смотрю, мы проезжаем к кладбище, где похоронена моя мама. Отец Родиона, армянин Рафаил Нахапетов, воевал в одном партизанском отряде с матерью. После войны они расстались. И Галина Антоновна, поселившись в Днепропетровске, растила сына одна. Она преподавала в школе русский язык. Родион боготворил маму. Именно благодаря ей мальчик научился ценить литературу и полюбил кинематограф. В жизни всегда как-то определяется какой-то образец. Какой-то идеальный, может быть, даже несуществующий образ, к которому ты тянешься и к которому хочешь подражать. Для меня таким образом была моя мама. В 1951 году она заболела туберкулезом. И несколько лет Родиону пришлось провести в детском доме. Когда болезнь отступила, они вновь стали жить вместе. Галина Антоновна устроилась воспитателем в лагере для политзаплюченных. Их маленькая семья жила в тесной коммуналке, в постоянной нужде. Но ни бедность, ни работа в тюрьме не ожесточили сердце матери. Он спросил у мамы, что такое Бог. И мама ему сказала, что Бог – это любовь. Мама Родиона помогала политзаключенным передавать письма на волю. Переживая за каждого, писала лично Хрущеву, требуя разобраться с несправедливыми приговорами. Итог всего этого был печален. По сфабрикованному диагнозу ее отправили в психиатрическую лечебницу. В то время Родион уже учился в Москве, на актерском факультете ВГИКа. Узнав о несчастье, он на время бросил учебу и поспешил к матери. Главный врач говорит, спасайте маму сейчас, срочно спасайте, потому что ее хотят перевезти в отделение для буйно помешанных. Сыграйте, сыграйте, что вы будете бороться, что вы такой сильный. И я действительно стал играть эту роль. И по закону 18-летний уже может взять под свою ответственность больного. И таким образом я ее, как сказать, вынувил. Но из больницы мама вернулась уже совершенно больным человеком. И на глазах сына медленно угасала от рака. Я делал ей перевязки, примочки, все это. Выводил ее, укладывал ее спать на балконе, потому что она задыхалась. Это был особый рассказ. Но при этом мы делали вид, что все будет хорошо. Что все будет хорошо. Потому что таким образом мы поддерживали друг друга. Друг друг другу какой-то огонь надежды, огонек надежды теплился. В последние минуты жизни мамы Родион держал ее за руку. Он уверен, в психиатрической лечебнице Галине делали уколы, спровоцировавшие страшную болезнь и ее преждевременный уход. Позднее, когда Нахапетов станет уже известным режиссером, он снимет фильм «Заражение». В основе картины – реальные факты из истории болезни матери, которая до конца оставалась стойкой и храброй женщиной, искренне любящей своего сына. Я вот познакомился там с психами, как мы их называем. Знаете, чего им не хватает? Ни таблеток, ни строгости. Им любви нашей не хватает. Здравствуйте. Это мои две девочки, Люда и Даша, которых я очень люблю уже много лет, потому что, я думаю, таких девочек не полюбить невозможно. Во многих фильмах он играл героев, на которых можно было положиться. Но все это была игра. Реальная же жизнь закрутила такой лихой сюжет, что любой киношный мегагерой, благодетель человечества, позавидовал бы количеству спасенных Родионом жизней. Кто-то свыше дал мне второй шанс. И человек, который был проводником этого второго шанса, стал именно Родион Рафаилович Нахапетов. Он мой второй отец. Я всем так говорю. Все вот люди, когда спрашивают, как я с ним знакома, я всегда им отвечаю, это мой второй папа. Они говорят, он что, твой крест? Я говорю, нет, он мой второй отец. В детстве Люда и Даша были в смертельной опасности. Врожденный порог сердца – страшный приговор. Особенно сложная ситуация оказалась у Люды. Родители молили Родиона о помощи. Ей было 6 лет, этой девочке. У нее тяжелый порог сердца и очень узкая аорта. То есть в любой момент сердце просто разорвется и все. В России девочке помочь было невозможно. Единственный шанс на спасение – сделать в Америке дорогостоящую операцию. На тот момент Родион вместе со своей второй женой, кинопродюсером Натальей, еле сводили концы с концами. Но желание помочь ребенку было сильнее всех проблем. Она ко мне подбежала и попросила, она говорит, обещайте мне, тетя Наташа, что вы меня спасете, что мне жизнь спасете. И ее мама подбежала ко мне, и я дала обещание, что я сделаю все, что я могу, чтобы спасти ее жизнь. И так оно и было. Приехала Люда, приехала ее мать. У нас в то время была небольшая квартира, и мы все вместе там жили. Помочь хотя бы одному человеку, ради этого стоит жить. То есть это есть жизнь. Спасение жизни – это есть жизнь, это есть продолжение жизни. И ради этого, в общем, человек на этой земле, наверное, да. Родион и Наталья нашли врачей. Смогли собрать необходимые средства для спасения девочек. И с тех пор к ним обращались за помощью все чаще и чаще. Их дом, их семья стала островом спасения для сотни детских жизней. Если я в любое время звоню, они всегда берут трубку. То есть это как семья моя, вторая семья. Я уверена, что если я приеду к ним, даже без стука они меня пустят. Нельзя сказать, что тот первый звонок из России с просьбой о спасении ребенка что-либо поменял в характере Родиона. Ему всегда была свойственна жертвенность и в жизни, и на экране. Лейтмотив многих его ролей и фильмов – извечная тема борьбы добра со злом. Именно об этом кинодрама «Не стреляйте в белых лебедей». Это одна из лучших моих картин. Во всяком случае, одна из таких запоминающихся, даже спустя годы, я иногда разговариваю со зрителями, они, как вспоминают этот фильм, как один из самых дорогих для их памяти, и отношение ко мне как-то меняется. А это вы сделали? Многие даже не знают, что я сделал этот фильм. То есть знают эту картину, но кто режиссер, не помнит. А где же деньги? Что люди на магазины собрали. Вот, лебеди. Ну, Коль, давай, бери, крылья вели подрезать, чтобы не улетели на юг. Как? Ну-ка, давай, Коль. Так ты что, все деньги на лебедей, что ли? Да ладно, выкрутимся. Стены те же, все то же самое, но все-таки выглядела тогда по-другому мастерская. Раньше, я помню, снял рояль, которым я мечтал играть, потому что он большой, очень такой впечатляющий. Родион Нахапетов поступил во ВГИК на актерский с первой же попытки, сразу после школы, в 16 лет, и оказался самым молодым на курсе. И был такой, знаете, у него взрослые глаза были. У него были взрослые глаза, несмотря на свой ранний возраст, и он этим как-то привлекал. Была какая-то загадочность и какая-то дистанция. Он никогда не открывался ни перед кем особенно, и какая-то была тайна. И этому было свое объяснение. Постоянная тревога о больной матери делала Родиона замкнутым и необщительным. И он попал в ситуацию, когда он все время вынужден скрывать эту боль и это свое одиночество. А такие люди в коллективе, они очень плохо уживаются. То есть их плохо воспринимают. Ну пойдемте. Я не могу. Несмотря на это, молодой человек сразу проявил свою неординарность. Ему одинаково легко давались пантомимы, пародии, драматические роли и импровизации. В том числе и музыкальные. Он не учился никогда, никогда не занимался нигде. Но он очень часто в перерыве между, вот когда лекциями приходили в другую аудиторию, у нас еще время, и Радик сидел и играл. У Радика была такая музыка, просто какая-то звуковая мешанина, но очень какая-то приятная. Да, вот эта дорога от Дика до студии Горького протоптана мною была в течение, наверное, трех лет. Я снимался здесь, живет такой парень. Это был дебют мой актерский. Река в Африке. Где? В Африке. Амазонка. Ну какая же Амазонка? Амазонка в Америке. Значит, не подходит он, подходит. Это был первый большой фильм Шукшина Василия Макаровича. Меня вызвали на студию Горького на пробу. Через пару дней меня вызывает Шукшин на студию. Говорит, а ну-ка подойди сюда. А то, говорит, наш оператор говорит, что ты косишь. Косой. Я говорю, как косой? Косой? Посмотри. Показывает фотография, действительно, глаза вот так. Я думаю, что такое? Почему это? А потом он мне говорит, наверное, он снимал тебя очень близко. Я говорю, да он почти вот так вот подошел ко мне близко-близко-близко. И снял. Я смотрел в камеру и, естественно, скосил. Он говорит, все нормально, ничего ты не косишь. Давай, поехали сниматься. Павел Егорович. Колокольников. Гена. Очень рад. Ну как Москва-то? Москва-то. Шумит Москва, шумит. Армяне говорили, что он, наверное, армянин. Татары говорили, значит, это наш. И так далее. И как русский он нормально смотрелся. Так что украинец. В общем, я даже не знаю, какая у него национальность. Живей. Прибавь темпу. Асса. Эта пластичность как во внешности, так и в игре Родиона привлекала к себе режиссера. И еще не свойственная большинству актеров дисциплинированность и внутренняя собранность. По отношению к делу он абсолютно западный артист. Эдакой актерской широты, безбрежной, которая у многих присутствовала, опять же, в его профессии, наверное. Вот у него, в нем этого не было никогда. Ничего такого богемного, ничего такого артистического и на показ. А с он артистом, он был только на площадке. В 60-е годы съемок было так много, что порой актер не успевал переключиться с одного образа на другой. Так, например, Штирлиц, которого Нахапетов сыграл на 6 лет раньше Вячеслава Тихонова в фильме «Пароль не нужен», неожиданно заговорил как «Ленин». Я помню сцену, что ко мне подходит режиссер, один из них, говорит, ты картавишь. Я говорю, как я картавлю? Он говорит, посмотри. Я посмотрел действительно. Что ты там говорил? Я говорю, видишь, я уже, когда такой пылкая речь, я, у меня навык, который я получил от Ленина, он проявился здесь. Конспирации и конспирации. Голод разбивает веру не только в царя, но и в Бога. А Нахапетове заговорили как об актере, который тонко передает внутренний духовный мир своих героев. Но никто почему-то не помнил, что съемки многих картин с его участием проходили зачастую в экстремальных режимах, на максимальных оборотах, на максимальных физических пределах, иногда с риском для жизни. Ну, Бенедиктор не стоит в глазах просто. Когда он бежит по крыше автомобиля, поразительно. Он сыграл его очень эмоционально и экспрессивно, и каким-то таким сумасшествием каким-то очень ярким. Революция – это борьба! Сама борьба! Сама борьба! А не разговор о ней! Я спрыгнул в первом дубле и порвал связку. Шину такую наложили, да, гипсовую, от щиколоки до бедра. И основные сцены, которые дальше снимались, они все время с вытянутой ногой, потому что она не сгибалась. Поэтому мне приходилось там с автоматом, все эти сцены играть, как сказать, коллегой. Один из самых рискованных трюков Родион выполнил в далекой от экшена мелодраме Ильора Ишмухамедова и Адельша Агишева «Влюбленные». Он полноценный соавтор. Там есть некоторые кадры, которые, извините, мы с Ильором как бы этого не задумывали. Вот он сделал лучше, чем это было задумано. Сбросили там 3,5 тонны арбузов. Я смотрю, летят сверху арбузы. Думаю, ну как я увернусь, если по башке стукнет. И действительно разбился один рядом со мной, открыл свое нутро. И я тогда грызался в это, думаю, чтобы выразить эту радость, это открытие, которое я сделал. Поэтому, конечно, эти были съемки очень тяжелые, но они оправданы. Будем карать гадов. Всех на дно. Всех на дно. Атака! А военная сага торпедоносцев вообще могла стать для Родиона Нахапетова последней картиной. Я залез туда, в кабинку этого пилота. И там последняя сцена снималась, что загорается самолет, и я тоже загораюсь. Для того, чтобы снимать последнюю сцену, были там эти форсунки. И газ был подведен с тем, чтобы снимать этот пожар. Я сижу. Все ушли на обед. Загорается самолет. Пошел. А я на высоте, я же не могу даже спрыгнуть, потому что это нужно приставлять лестницу. Оказывается, пиротехник был уже на обеде. И он решил проверить, как работают эти форсунки. Он поджег. Хорошо, что он, видимо, услышал крик или, я не знаю, еще вырубил этого. Потом ужас. У меня обгорели эти брови. И вообще, я мог бы вообще быть заживо, как говорится, сожженным в фильме. Орать! Орать! Раба любви. Серьезный фильм. Ретро. И работа над ним сама по себе очень памятна мне. Потому что атмосфера на съемках редко бывает такой, я бы сказал, любовной, прекрасной. Когда друг другу доверяли, когда верили, что фильм получится хороший. Понимаете, рождается новый мир. Строй. Страна. Вы. Ведь тысячи людей погибаются. Ну, а в воздушах сумасшедшая скука. Скукое пустошение. Обычно замкнутый и внутренне собранный Родион на съемках «Рабы любви» словно стал другим человеком. Он буквально светился от счастья и бесконечно весело импровизировал, как на съемочной площадке, так и вне ее. Никогда я таким не видел. Мы обсуждали пушкинское «Октябрь уж наступил». Что можно совершенно читать, как диссидентское произведение. «Октябрь уж наступил, уж роща отрисает последние листы с ноги своих ритвейтов, как интеллигенция». И вот мы прикидывали, как это можно читать с таким страшным подтекстом. То есть как можно из замечательного поэтического природы создать такое смелое, храброе произведение с такими фигами в каждой фразе. «Ой, страшно! Сейчас куда-нибудь попадем!» «Теперь без меня?» «Нет, не надо!» «В «Робе любви»» есть такая прелестная сцена, когда приезжает Потоцкий, и они стоят с Ольгой Вознесенской, вот с букетом цветов, да, и Потоцкий говорит Ольге, кстати, вода очень холодная. Вот такого Родиона нет нигде, мне кажется, ни в одной картине. Удивительно ранимый и удивительно тёплый, добрый, и вот удивительный человек. Я вот этот кадр вообще обожаю. Это как бы не кино, понимаете? Это не кино, это жизнь. Это действительно жизнь. На съёмках «Рабы любви» Родион сам стал рабом любви. Молодая, непрофессиональная актриса Вера Глаголева сопровождала его везде. Они оба светились от счастья и не чувствовали разницы в возрасте. Они просто любили друг друга. Я люблю тебя больше всех на свете. Сколько лет я ждал этого, сколько лет я ждал. Мне было уже за 30, а ей всего там 18-19 лет. Мне казалось, что я помог ей, как сказать, опериться. То есть сделать какой-то выбор настоящий для себя, для своей жизни и всё. Вера и Родион познакомились в 1974 году в коридорах Мосфильма. В его павильонах Нахапетов снимал как режиссёр картину «На край света» и искал актрису на главную роль. А юная Глаголева просто пришла по приглашению подруги на закрытый просмотр иностранного фильма. Я считаю себя первооткрывателем Веры, потому что она не собиралась быть актрисой. Она готовилась к спортивной карьере, была чемпионом Москвы по стрельбе из лука. И мне показалось, что этого девочка, которая шла по коридору Мосфильма, что она подойдёт, может быть, подойдёт. После фотопроб Вера вошла в кадр и сыграла так убедительно, что Нахапетов отверг все кандидатуры и на главную роль утвердил Глаголеву. Куда ты? От вас, от всех! На край света! Мама! А это что? Какая-то рецензия, что ли? Любопытно. Это фильмы «На край света». Мне думается, что удачей картины является исполнение молодой актрисы. Она не является профессиональной актрисой, а случайно найденная режиссёром девочка, которая верит во всё хорошее. Я думаю, что заслуживает одобрение и то, что режиссёр нашёл свой путь поиска героини, может быть, лиричной, очень поэтизированной, но это его путь, идущий навстречу его дару. «На край света» – вторая полнометражная картина Родиона как режиссёра-постановщик. Режиссурой он увлёкся ещё в 60-х годах, снимаясь в фильмах своего друга Ильёра Ишмухамедова «Нежность и влюблённый». Он любил стоять возле камеры, смотрел, как я работаю, развожу мизо-сцены. И когда вот надо было наезжать с трансфокатором, то ассистент делал как-то механически, он говорил, дай я переведу. И он брал, и так медленно-медленно-плавно переводил. А операция говорила, ну вот это другое дело. И говорил, ассистент, видишь, вот как надо. А ну, убери свет! Не в цирке! Убери свет! Не знаю, он, по-моему, очень удачно как артист сложился, разнообразно. Но это ведь не потому, что ему там надоело, не надоело. Просто вот он тесно ему оказалось, как многим из актёрской профессии, которые ушли в режиссуру. Сразу после окончания актёрского факультета в ГИКО он поступает на режиссёрский, совмещая учёбу со съёмками. Первый же фильм уже дипломированного режиссёра «С тобой и без тебя» приносит на Хапетову призы на кинофестивалях в Бельгии и Белграде. И славу творца, способного найти выход из любой ситуации, возникающей на съёмочной площадке. Случилась самая большая беда, когда построили избу, и оказалось, что окна так низко сделаны, что когда мы по полу ходим, то окна где-то ниже наших коленок, и надо снимать средние планы, а окна получаются как бы ниже пояса. И Нагапетов решил заставить нас на коленках ходить. И это... А? А? Бери. Всё, всё, всё. Как раз эмоциональные сцены, когда я приезжаю из базара, привожу свои любимые платки, кидаю тебе, это тебя, я тебя люблю, твоя любовь, вот, вот, всё тебе. И мы такое крутили с таким, как бы, танцем по этой избе на коленках. Я считаю, что это великолепная картина. Мне было интересно смотреть за каждым актёром. Здорово озвучен Будрайтис, это я озвучивал. И девушка, не знаю, снималась ли она раньше, она очень хороша, не ёлова. Это Гайдай. Замечательный режиссёр. Картина-драма «С тобой без тебя». Но ему понравилось. Отточертели ваши прописи для идиотов! Руки не шевелись. Не бойся, не выстрелит. Трус. Трус. А приз придумай под слово, на птичьем моём языке. Каждый новый фильм на Хапетова получал как зрительское признание, так и международные награды. И практически в каждом снималась Вера Глаголева. И в этом для него было счастье. Всё время так восторженно смотрел, что мы там делали в кадре. И потом говорил, стоп, это было плохо. Давайте ещё. Но во время вот там непосредственно сцены, там вот выходишь, смотрю на него. Он все счастливый. Почему говорить, а не петь? Почему говорить, а не петь? С момента свадьбы в 1976-м их популярность и зрительская любовь растёт из года в год. Они считаются одной из лучших пар советского кино. Их совместные фотографии печатаются в журналах и на открытках. Сначала вдвоём, а потом и с детьми. С очаровательными дочками Анной и Марией. У нас маленькая квартира была. И у нас, тем не менее, была одна комната отведена под папин кабинет. У тебя была библиотека, очень большая. И стояло два таких кресла. И вот мы забирались с сестрой на одно кресло. На второе садился папа, он нам читал книги. Всё свободное время он проводил с нами. Вот это какое-то такое время фантастическое. Я стихи читала, и папа очень смеялся, потому что я чересчур с выражением очень взрослые стихи. Я любила очень Ахматова, Пастернака. И это немножко не детская была тема. И папа всё время смеялся, как я рассказываю. Ну, вот какие-то такие воспоминания, ну, самые тёплые. Мария с детства прекрасно рисовала. Родители поощряли увлечение дочки. И она стала художником-мультипликатором. Она же, к радости Родиона, воплотила его давнюю мечту. С самого рождения он как-то вот решил, что я буду балериной. Такая легенда у нас в семье ходила, что когда, значит, меня принесли из роддома, и папа увидел мои вытянутые стопы. Ну, я так понимаю, что все дети как-то там тянут ноги, говорят, всё, Аня будет балериной. Режиссёрский талант Нахапетова соединил их вместе. Но и он же стал первопричиной расставания. Причём на самом пике совместной карьеры. Он такой ревнивый. Да. Я ему вчера сказала, что так себя вести нельзя, а он ещё больше рассердился. А когда ты ему сказала, до ужина или после? До. А надо было после. После они совсем другие. Дело в том, что уже в зонтике для новобрачных у Веры была роль такая, которая не очень по душе была, потому что она говорит, что я уже выросла, что я всё время девочек играю, мне хочется что-то более серьёзное. А я не находил для неё материала. И когда появился «На исходе ночи» по сценарию Таланкина и Руднева, она, конечно, наверное, ждала, что я её приглашу на роль немки главной. Но она не похожа на немку. Поэтому я взял литовскую актрису. И я думаю, что это в какой-то мере очень обидело Веру. Всё будет хорошо. Вы поправитесь. Верьте мне. На исходе ночи – первая картина Родиона, где Вера уже не снималась. В это время она утратила Веру в мужа. И даже обожаемые дочери не смогли спасти их брак. Они, конечно, дополняли друг друга, безусловно. Просто потом, в какой-то период уже, когда вот и произошёл этот разрыв, наверное, это уже было не дополнение друг друга, а какое-то между друг другом противостояние, может быть. На исходе вышел на экраны в 1987 году. Для мирового проката картину закупила крупнейшая американская компания «20-й век Фокс». Это был прорыв для режиссёра Нахапетова. Фильм открыл дверью в страну грёз и возможностей. И разрушил его семью. На руку! Вскоре после того, как картина вышла в мировой прокат, имя режиссёра Родиона Нахапетова узнали в Голливуде. Он приезжает в Америку и знакомится с давней поклонницей его творчества – русской мигранткой Натальей Шляпников, работавшей в Ассоциации независимого телевидения США. Я поняла, что это мой человек, и он понял, что я его человек. Это была достаточно тяжёлая пора для нас. Я ему сказала, что нам не надо это, потому что у тебя дети, у меня ребёнок, у нас семья. И мы ненадолго опять разлучились, но как-то не получилось у нас, потому что мы реально нашли друг друга и полюбили друг друга. Часто спрашивают, что это любовь с первого взгляда. Нет, я не очень верю в это. И я в данном случае, я подумал, что с этой женщиной я хотел бы увидеться ещё раз. Мы не хотели ломать вот наши семьи, но мы ничего не могли сделать. Как-то мы старались, но ничего у нас не вышло. И мы просто поняли, что мы должны быть вместе. И вот уже прошло сколько лет? Уже прошло больше, чем 30 лет. И мы, наверное, были правы, мы продолжаем вместе быть. Нас очень правильно мама воспитала и нам вложила правильное отношение к ситуации. Поэтому сейчас, конечно, папа счастлив, мы это видим. И Наташа делает его счастливым. И он Наташа. Поэтому всё замечательно. Они такое одно целое. Поэтому, конечно, как мы можем к другому относиться? Судьбы Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова разделились. Его закружил водоворот проектов в Америке. Новые роли, фильмы, сериалы. Неизменным продюсером которых стала Наталья. У Веры в России новая семья. Она становится серьёзным режиссёром. Долгих 16 лет они шли разными дорогами. И объединила их неизлечимая болезнь Веры. У женщины, которую он когда-то любил, обнаружили рак. Так же внезапно, как в своё время у мамы Родиона. И так же, как его мама, она быстро сгорела. Вот только в последние минуты жизни Родион не держал Веру, как маму за руку. Дедушка Родион очень хороший, добрый. Я очень люблю с ним проводить время. Когда он прилетает из Америки, то мы обязательно видимся. Я очень его жду. Я хочу с ним поговорить. Ну, во-первых, о жизни, как каждый живёт. И о том, что интересно вообще происходило за это время, пока мы не виделись. У него подрастают внуки. Весело бьются вылеченные сердца детей, которым он помогает. И каждая спасённая жизнь радует, как очередная роль или новый успешный фильм. Но он понимает, что время никогда не течёт одинаково. Оно становится невыносимо долгим в страданиях и пролетает метеором, когда ты счастлив. Сейчас время для Родиона Нахапетова летит быстро. Родиона Нахапетова летит быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова